9 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлены в республике. Минздрав Чувашии докладывает, что все пациенты находятся под медицинским наблюдением. Глава республики поручил увеличить темпы вакцинации на уровне муниципалитетов и предприятий. Новые штаммы представляют большую опасность, чем уже известный COVID-19. Скорость распространения, тяжесть вызванного ими заболевания и риск летального исхода значительно выше. Все прекрасно понимаем, миграция населения существует, и приход в республику этих видов штамма, она, наверное, неизбежна. Поэтому наши мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день, они просто необходимы. Это и соблюдение всех мер, которые указаны в указе главы Чувашской республики. В то же время двумя компонентами привились лишь 11,5% жителей республики. Между тем, вакцинация пока единственный эффективный метод избежать заражения. Судя по тем материалам, которые мне поступают и по докладам Минздрава, вижу самоотстраненность очень многих должностных лиц. То есть система здравоохранения у нас напрягается. Делать все возможное для того, чтобы создать людям, чтобы они получили вакцины. А главы администрации и должностные лица, вместо того, чтобы организовать процесс и обеспечить доступность вакцины, прежде всего тем людям, которые находятся в группе риска, ну просто-напросто бездействуют. Коллеги, ну так не пойдет. Если мы с вами собираемся на совещание, если мы с вами принимаем решения, если мы с вами утверждаем планы действий, то их надо реализовывать. Руководитель региона сообщил, что сам прошел второй этап вакцинации. Сейчас задача привить желающих в максимально короткие сроки. Медработники прибегают и к новым вариантам решения вопроса. Выезжают в места скопления людей. Так, например, вакцинация проходит и на центральном рынке столицы Чувашии. Сделать прививку можно всю эту неделю до 21 мая с 11 утра и до 5 вечера. Продолжение следует...